В 2018 году в Творской области на 33% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество трудоустроенных людей с инвалидностью. В базе Центра занятости населения города Конаково и Конаковского района на сегодняшний день имеется более 50 вакансий для граждан с ограниченными возможностями. О работе Центра занятости города Конаково в этом направлении подробно расскажет Людмила Кикало. По словам начальника Центра занятости Марина Матказина, с начала текущего года в городе Конаково трудоустроено 9 человек. До конца года планируется устроить еще 23. Это одно из приоритетных направлений Центра занятости. Среди данной категории граждан есть и молодежь от 18 до 35 лет. В основном они трудоустроены в крупные предприятия города Конаково и Конаковского района и села Дмитрово гора. Служба занятости заключила 23 договора с конаковскими предприятиями на квотирование места для людей с ограниченными возможностями. Мероприятия активной политики занятости Конаковского района предусматривают одно из приоритетных направлений работы – это занятость граждан с ограничениями. Да, в городе Конаково таких предприятий достаточно. Люди с пониманием относятся, руководители этих предприятий с пониманием относятся к существующей проблеме и стараются помочь в трудоустройстве этих граждан. У каждого работника с ограниченными возможностями есть карта реабилитации, где указано, каким видом труда он может заниматься. Молодой человек с инвалидностью опорно-двигательной системы, житель нашего города Дмитрий Алексеев, работает уже три года администратором учебного класса школы вождения Конаковского СТК РОСТО. Помещение оборудовано под инвалидную коляску, есть пандус и туалетная комната. Появилась возможность попробовать себя в качестве вот на вот эту должность администратора. Вот, то есть как бы был испытательный срок, ну с которым в принципе, ну вот если я до сих пор тружусь, значит я с этим в целом справился. Инвалидность не приговор, а лишь дополнительное препятствие нашей жизни, утверждает Дмитрий. Если закрывается одна дверь, открывается другая. Находясь в инвалидном кресле, можно и нужно продолжать полноценную жизнь. Существует сотни примеров, когда люди, получив инвалидность, не выпали из привычного ритма жизни. Они также работают, планируют досуг, создают семьи. Если понаблюдать за всеми этими людьми, то непременно можно найти то, что их объединяет. Они сумели побороть страх и стали полноценными членами общества.